В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В одной из видновских школ прошла проверка горячего питания для учащихся младших классов. Все согласно СанПИН 65 градусов температура, то есть как бы все горячее, все подогревается. Безопасность и дисциплина на общественном транспорте прежде всего. Расскажем об итогах рейда автобус. У нас распространенные нарушения водителей. Это движение по обочинам, это проезды, запрещающие сигналы светофора. Активные молодые люди получили подарки от торгово-промышленной палаты муниципалитета. Замечательно то, что в нашем городе есть вообще неравнодушные люди. Люди, которым вот все не все равно. Вкусно и совершенно бесплатно. С сентября во всех школах Подмосковья ученикам младших классов положено горячее питание. Что наши дети получают на завтрак? Соблюдаются ли все ГОСТы и нормативы? Ответы на эти вопросы были получены в рамках проверки, организованной сотрудниками проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». В одной из видновских школ их сопровождала и наша съемочная группа. Ученики распределены на несколько потоков. Обязательный замер температуры, санитайзеры буквально на каждом углу. В видновской школе номер 10 серьезный подход в период пандемии. Сегодня здесь гости – сотрудники проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Они приехали, чтобы проверить качество горячего питания и выполнение всех санитарных норм. С этого года для всех младших классов у нас бесплатное, абсолютно бесплатное питание в школах организовано. И мы по всей Московской области ездим, смотрим, не нарушается ли меню. Всего в Ленинском городском округе стали получать горячие завтраки более 12,5 тысяч школьников начальных классов. Этот проект запущен недавно, с сентября, но все отлажено и работает как часы. Продукты качественные, а блюда полезные и, самое главное, всегда свежие. Это не организованы на аутсорсинге или готовят здесь? Да, готовим здесь. Чтобы в школьной столовой было так же вкусно, как у мамы или даже у бабушки, строго соблюдаются рецептуры и все необходимые нормативы. Все согласно СанПин, 65 градусов температура, то есть все горячее, все подогревается. Помимо бесплатных завтраков для учащихся первых-четвертых классов, в школе предусмотрено питание и для льготных категорий. Меры поддержки большие, большая льготная категория. Все эти дети, если это начальная школа, завтраки бесплатно, обеды бесплатно для льготных категорий. А для старшей школы, для льготных категорий, обеды и завтраки тоже бесплатно. Ну и ценовая политика, она все-таки не бьет по карману родителей. То есть обед 82 рубля. Пришло время заглянуть в меню. Представленные блюда наверняка порадуют маленьких гурманов и придадут им силы на весь день. Меню единое по всей Московской области и разработано на 10 дней. Сегодня ребят ждут вкуснейший омлет, горошек, яблоко и ароматный какао. Настоящий вкус детства. А вот действительно ли все вкусно и полезно, самый важный и честный ответ можно получить от самих учеников. Спасибо! На здоровье! Ребята, а каждый день завтрак такой же вкусный? Да! Всегда нравится? Да! Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели осмотр общественного автотранспорта. Операция автобус сейчас проходит по всему Подбосковью. Инспекторы проверяют техническую исправность транспорта и наличие всех необходимых для работы документов. К рейду присоединилась и наша съемочная группа. О его результатах расскажет в репортаже Юлия Погасьян. Статистика ДТП по вине водителей общественного транспорта растет. В этом году на территории Ленинского городского округа в таких авариях пострадали 10 человек. С этим в муниципалитете сейчас проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений, которые могут привести к печальным последствиям. У нас распространенные нарушения водителей – это движение по обочинам, это проезды, запрещающие сигналы светофора. Во время движения часто очень они отвлекаются на мобильные телефоны, ну и прочее. Непредоставление преимущества в движении пешеходам. Последнее, кстати, происшествие было с ребенком в улице Советская, где водитель автобуса совершил наезд на ребенка. Правда, тот передвигался на самокате, но по пешеходному переходу. Операция «Автобус» включает в себя и техническую проверку общественного транспорта. Такие рейды инспекторы проводят на конечных остановках, чтобы охватить как можно больше автобусов и маршруток. Проверяем техническое состояние транспортных средств. Это световые приборы, наличие в салоне молотков для разбития окна в случае экстренного выхода пассажиров. Если не дай бог, авария случится, тохограф смотрим и также проверяем внешний вид резины. Ну и документы, да, все, чтобы соответствовали. Какие должны быть у водителя автобуса документы? У водителя автобуса должно быть водительское удостоверение, как у всех водителей. СТС, это свидетельство транспортного средства, полис ОСАГО и путевой лист. Путевой лист отображается, во сколько он прошел медицинские осмотры и технический контроль перед выездом на линию транспортного средства. Проблемы с путевыми листами – самое распространенное нарушение. Зачастую они заполнены неправильно, а бывает, что у одного шофера их два – на одну дату для утренней и вечерней смен. Это не соблюдение закона о режиме отдыха, карается штрафом. Но такие несознательные водители в меньшинстве. Проверка показала, большинство сотрудников компании-перевозчика заботятся о безопасности пассажиров. Мы же переводим людей, обязательно это было исправно, чтобы было. У вас все исправно, да? Да, все исправно. Операция «Автобус» в Ленинском городском округе продлится до конца месяца. А каждую пятницу инспекторы будут проверять техническое состояние общественного транспорта. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно.ТВ. В здании администрации муниципалитета прошла встреча молодежного актива и представителей Ленинского отделения торгово-промышленной палаты с заместителем главы администрации Ленинского городского округа Татьяной Квасниковой. Основными темами встречи стали досуг молодежи и безопасность юных посетителей памп-трека и скейт-парка, расположенных у кинотеатра «Искра». Недавно несколько ребят получили там различные травмы, так как катались без средств защиты. Представители торгово-промышленной палаты предложили строго следить за тем, чтобы дети и подростки не выходили на трек хотя бы без шлема. И для этого передали администрации собственноручно закупленные средства защиты. На 10 штук вообще планируем купить 50. Также планируется, что будет выделена ставка от администрации после того, как уже, соответственно, куплена будет защита, на то, чтобы был человек, как контролер, который проверял бы, чтобы дети все-таки выходили с защитой на опасные трюковые объекты. Замечательно то, что в нашем городе есть вообще неравнодушные люди. Люди, которым вот все не все равно. Люди, которые берут на свои плечи и в том числе ответственность за безопасность наших ребят, которые любят рисковать, и хорошо, чтобы их риски завершались благополучно. В контроле планируется привлечь молодежный совет Ленинского городского округа. Недавно ему выделили собственное помещение в кинотеатре «Искра». Торгово-промышленная палата и тут решила поддержать ребят. Торгово-промышленная палата любезно согласилась помочь молодым ребятам и обеспечить их компьютером. Пока один, но впоследствии, я думаю, что еще парочку мы приобретем дополнительно. У нас начинается новая, так сказать, страница молодежной политики на территории Ленинского городского округа. И та помощь, которая нам оказана, будет очень полезна. И мы обязательно будем пользоваться компьютерами, потому что сейчас без этого, как вы сами понимаете, никуда. Поэтому огромное спасибо. Также представители торгово-промышленной палаты предложили вынести на рассмотрение депутатов вопрос об ограждении зонбам трека и скейт-парка, чтобы не допускать туда маленьких детей и ребят без средств защиты. В Видновской центральной библиотеке прошел очередной творческий мастер-класс. На этот раз его участникам предстояло изобразить осень в технике скетчинг. Подробнее об этом виде искусства и мероприятий расскажет наш корреспондент Наталья Вуслаева. Осень радует яркими красками, и у многих возникает желание запечатлеть эту красивую картину на бумаге. Осенняя тематика востребована как в творчестве именитых художников, так и на детских уроках по рисованию. В центральной библиотеке состоялся мастер-класс по скетчингу, в котором могли принять участие все желающие. Но собрались только совсем юные художники. Занятие провела главный библиограф Видновской центральной библиотеки Полина Мельникова. Из-за того, что у нас сейчас продолжается пандемия, мастер-классы проходят не очень часто, не так, как нам хотелось бы. До пандемии у нас они проходили каждую неделю. Всегда была разная тематика. У нас даже был клуб подсолнух, который каждую неделю задавал какую-то тему. У нас собралось очень много людей. Буквально многим даже не хватало места здесь. Ну а сейчас мы в таком мини-формате существуем. Для вдохновения участникам были предоставлены скетчи, образцы на тему осени. Главной на них была тыква – королева осеннего урожая. Скетчинг – это на самом деле такой очень модный, популярный вид современного искусства. Это быстрый набросок какого-либо рисунка, в данном случае тыквы, да? Вот, мы его быстренько рисуем карандашиком, и затем мы его раскрашиваем, например, акварелью или какими-то маркерами. И затем мы берем лайнер, лайнер и обводим. Ксюша старается не пропускать художественные мастер-классы. В будущем она планирует заниматься в изо-студии. Я хочу нарисовать эту лисичку зонтиком, потому что она очень милая. Рисовали на специальной акварельной бумаге. Она очень плотная и позволяет впитывать достаточно большое количество воды. Акварель у нас любит воду. И чтобы получились вот такие интересные переходы, цветовые, да? То есть мы делаем разную степень насыщенности одного цвета, да? Мы делаем не с помощью разных, комбинации разных оттенков. Мы это делаем с помощью воды обычной. Творческие мастер-классы проходят в библиотеке регулярно, и принять участие в них может любой желающий совершенно бесплатно. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.